Всем привет! Сегодня я решил испытать свое фольждно самодельное. Посмотрим, как оно справится с фильтрацией сусла пивного. Вот такой вот солод венский. Помол пивной, оболочки целые почти. Внутренность зерна вся смолота. Всё, солод я внёс. Вот такая кашица получилась. Густющая, густющая. Теперь будем ждать конца осахаривания. Итак, друзья, сусла осахарилась. Фильтр-слой сформировался. Будем пробовать фильтровать. Так, по чуть-чуть. Первые две кружечки вот такие нужно будет слить обратно в котёл. Две-три пока не пойдёт чисто. Ну, оно вроде бы уже чисто идёт. Ну, сейчас посмотрим, насколько. Так, аккуратно. Налил. Жена убьёт, если увидит. Так, ну, это ещё не пойдёт. Это ещё выливаем. Аккуратно, чтобы не повредить фильтр-слой. Опа! Так. Одной рукой это всё неудобно делать. Ой-ой-ой. Так. По чуть-чуть. Ну-ка, что у нас там? О! Пошло чистенькое. Пошло чистенькое. Вроде работает всё фольждно. Вроде бы работает. А, дробина не проскакивает. Дробина не проскакивает. Это уже хорошо. Так. Оп. Вот я отобрал ещё одну вот такую кружечку. Это получается третья. Третья кружечка уже вот такая вот прозрачная. Фольждно работает. Вот. Промежуточная ёмкость. Всё фильтруется. Всё отрегулировал. Дробина не проскакивает. Меня это радует. Пока греется вода промывочная, хочу ещё пару слов сказать о варианте вот этого сословарника. Ну, сословарника с фольждном. Вот. У него очень большая инерция. То есть, к ней надо привыкать. До паузы стараешься догнать температуру. Вроде бы как, всё равно стараешься не нагревать именно до паузы, потому что инерция у любой кастрюли есть. Но прям с этим фольждном, ну, она прямо труба. Два раза не попал в паузы. Ну, думаю, пара варок. И, в принципе, привыкнуть можно. Ещё, друзья, вот он минус. То есть, как я понял, вот эти вот внутренности у зерна, они маленькие, они просачиваются сквозь дырочки в фольждне. Дырочки, опять дырочки. Сквозь технологические отверстия просачиваются и ложатся вот здесь вот на дно. И когда фильтруется всё это дело, пока объём воды большой, воды сусла жидкого большой, это всё фильтруется отсюда, попадает в кран. То есть, сверху и в кран. Когда большая часть сусла уже слита, то происходит вот такая вот штука. Вот эта вот дробина мелкая, даже не дробина, а, не знаю, кусочки крахмала, они вот проскакивают. Да. Но всё равно это у меня такой переходный вариант. Это 25-литровый кубик от перегонного аппарата, от самогонного. Вот. В будущем я хочу сделать 40-литровую сусловарню, 40-литровую пивоварню. Вот. С большой кастрюлей эмалированной. Домашняя пивоварня будет хорошая, на 40 литров. А то маловатые объёмы. Совсем маловатые. В 40-литровом сусловарнике, дай бог, если я найду, знаете, если вот у кого на даче есть насос погружной, вот там идёт фильтр, то есть, с одной стороны фильтр, а с другой стороны обратный клапан. Вот. Так вот этот вот фильтр я, наверное, если найду, у нас вот в Леруа Мерлен продаётся отдельно такой фильтр, а ехать далеко. Вот. Ну, надеюсь, я его приобрету и поставлю в большую кивоварню именно этот фильтр. А это оставлю именно вот как фольжно с перегоном куби. Оно тоже полезное. Брага не пенится, и вот такая вот, вот так вот можно прям перегонять. жить густые-густые браги. Да, как я и говорил, под фольжном у нас вот такая вот каша. Горячая. Вот. Поэтому сюда вот нужно какой-нибудь фильтрик ставить. сетку Панченкова там, я не знаю, вот такую вот. Или ещё что-нибудь. Вот. Итак, пока наше сусло переливается, хочу рассказать немножко о вот этом фольждне. Первое. Вот эту сторону, после того, как насверлить и отверстие, если кто-то отважится такое делать, нужно очень хорошо зашлифовать. Нужно как наждачка, как тёрка. Да, как тёрка. Вот. И отмыть её, ну, очень непросто. Я уже все себе руки похерачил. Вот. Дальше. У меня вот этот котёл, он сделан по образу и подобию в Риктифай. Кастрюли Люксталь. 37-литровый. То есть, одни и те же диаметры. Вот. Крышка. Вот эта крышка от него. От неё, вернее, от кастрюли. И размеры. Вот. Фальшдно стоит у них в районе двух тысяч рублей. По-моему, две с половиной. Я подумал, я такие цены не хочу узнать. Я не хочу покупать фальшдно за две с половиной тысячи рублей, когда я могу сделать вот такое вот. За... Сколько, за сколько я его сделал? За 180 рублей, по-моему, я купил этот разнос. Цепляется всё. Дальше. Оно не подходило немножко. Оно. Он. Разнос не подходил. Он болтался там. Я боялся, что он вообще фильтровать не будет из-за этого. И налепил вот сюда шланг. Шланг восьмёрочка. Вот. Теперь он туда прям плотненько вставляется. Но, чтобы достать его, нужно немножко изголиться. Я вот здесь вот отверстие раз сделал. И вот здесь шилом поддеваешь его, он спокойно вытаскивается. Но шило я куда-то делал, не знаю куда. Вот. Поэтому кое-как достал. Вот. Вот эту часть шланга, вот это вот, вот это вот, тоже нужно сюда по хорошему делу приклеить. Приклеить его нужно на герметик. Герметик для аквариумов. Он самый-самый не вредный. Не пищевой, конечно, но лучшее, что есть. Вот. Вот так же с этой стороны. Оно не отвалится, если с одной просто дробина вот сюда вот залазит. И это потом всё вымывать очень-очень сложно и трудоёмко. И зачем это нам надо, когда можно просто проклеить. Ну, мне было лень. Я думал, прокатит. Не прокатило. Забываю всё сказать. Диаметр отверстий два с половиной миллиметра. Вообще, наверное, нужно было сверлить двухмиллиметровым сверлышком. Вот. Потому что, ну, всё равно, вот эта вот каша, которая вот на дне там образовывалась. Возможно, её бы не было, если вот это вот всё было двухмиллиметровым сверлом просверлено. Но, возможно, оно бы и не фильтровалось, забивалось. Ну, кто его знает. Во всяком случае, как получилось, так получилось. Вообще, какой можно сделать вывод из вот этой штуки? Я, в принципе, доволен. Это очень сильно упрощает жизнь. То есть, у меня в котле не было выхода внутри, чтобы присобачить вот эти вот фильтры системы, которые делают изгофрированные вот этой вот трубы газовой, да. У меня не было возможности прикрутить туда какой-то фильтр. Вот. Я затирал всё в мешках. В мешках это грязь, это везде. То есть, эта жижечка, она капает на пол, где-то, не дай бог, не увидел, наступаешь, оно как скотч. Потом плохо всё оттирается. Эта штука реально упрощает жизнь. Ну, во всяком случае, пока что на моём уровне. Мне она очень сильно упростила жизнь. Допустим, даже сегодня. Вот. Надеюсь, это видео будет полезно хоть кому-то. Если кто-то там умеет желание варить пиво, затирать какие-то вкусные солодовые напитки, ставить браги. Но нет возможности купить то же самое фолькгнота за 2-2,5 тысячи рублей. Как вариант, неплохо. Не знаю, правда, насколько это долго прослужит, потому что вот эта штука, она магнитится. То есть, навряд ли это прям какая-то супер нержавейка. Она вот кое-где, она уже была ржавая, когда я её начал сверлить. Кстати, по поводу сверления. Это ад. Это реально. Я неделю приходил после работы, садился, сверлил, 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 потом мне надоедало, я всё это бросал, говорю, ну его нахер. Потом на следующий день всё повторялось. Но в итоге вот сделал. По-моему, получилось прикольно. Такой хендмейт. Ладно, всем спасибо. Всем удачи, хороших, вкусных напитков. Вот. Не болейте, самое главное.